Привет! В 2019 году на Землю обрушивается масштабная климатическая катастрофа. Ураганы, торнадо, наводнения и засуха. Разрушительные стихийные бедствия свирепствуют по всему миру, и человечество оказывается на грани исчезновения. Объединив усилия, лучшие ученые из разных стран создают единую спутниковую сеть для контроля природных катаклизмов под названием Голландец, управление которой осуществляется с Международной космической станции. Казалось, мир может жить спокойно, однако в новой технологии происходит системный сбой. Джейк Лоусон, всемирно известный создатель голландца и главный координатор космической станции, прибывает на срочное заседание парламента. Против него выдвигают многочисленные обвинения в нарушении субординации и неподчинении Сенату США, чтобы приструнить зазнавшегося ученого сенатор принимает решение отправить на космическую станцию новый обслуживающий персонал, который заменит сотрудников Лоусона. Взбешенный этим заявлением, Джейк открыто оскорбляет чиновника в присутствии слушателей и репортеров, чем сильно ухудшает свое и без того критическое положение. Оказывается, младший брат Джейка, Макс, служащий на должности помощника госсекретаря, назначен новым начальником космической станции. И не имея возможности сгладить очередную дерзкую выходку самоуверенного родственника, он снимает с него полномочия главного координатора. Проходит три года. Разведывательная группа ООН направляется в сердце жаркой пустыни Регистан. Среди раскаленных песков зафиксировано аномальное природное явление. В эпицентре 50-градусной жары под палящим солнцем целое поселение, уничтожено мгновенным оледенением. Продвигаясь вглубь деревни, отряд специального назначения находит погибших людей и животных, которые застыли на месте навсегда. Для расследования экстремального погодного явления президент США Эндрю Палма немедленно созывает на срочное совещание Совет Безопасности, на котором госсекретарь Леонард Декам докладывает о причине необычного феномена. Дело в том, что один из атмосферных спутников станции «Голландец» над Афганистаном внезапно вышел из строя. Для устранения системной ошибки необходимо отключить сеть спутников над Центральной Азией. Однако это решение идет наперекор политическим интересам главы государства, поэтому президент решает не предавать огласке данные о системном сбое и поручает Максу Лоусону сейчас же направить на космическую станцию одного надежного человека, который займется устранением проблемы. Афганский спутник, вышедший из строя, тем временем возвращают на станцию для проведения экспертизы. Инженер по имени Махмуд снимает системные данные с бортового компьютера спутника на свой накопитель «Голофрейм» и обнаруживает неожиданную информацию. Обеспокоенный, он возвращается на спутник, чтобы перепроверить точность данных и попадает в смертельную западню. Двери неожиданно блокируются и происходит самопроизвольная разгерметизация системы. Макс Лоусон в это время наведывается во Флориду с целью вернуть в команду Джейка и отправить его на МКС. Джейк теперь спокойно живет в трейлере со своей дочерью и собирает электродвигатели для автомобилей, скрашивая так свои унылые дни после потери работы. Макс рассказывает брату о возникших проблемах с голландцем и, упирая на прошлые великие достижения Джейка, легко уговаривает его отправиться в космос и привести свое гениальное изобретение в порядок, но намеренно скрывает, что непокорный брат будет работать под его руководством. В Гонконге наземный член команды проекта голландец Чен Лонг неспешно отправляется после работы домой. Случайно выронив купленные в магазине яйца, мужчина с ужасом наблюдает, как они поджариваются на раскаленном асфальте, который тут же начинает трескаться и проваливаться прямо на его глазах. Чен Г быстро запрыгивает в автомобиль и пытается стремительно покинуть место происшествия, однако подземный раскаленный газопровод взрывается на территории всего города, поглощая небоскребы и превращая город в горящие руины. Маневрируя по уцелевшим участкам дороги, Чен Гу все-таки удается выехать на мост и спастись от гибели. Дав обещание своей дочери вернуться живым, воодушевленный Джейк Лоусон на космическом шаттле НАСА отправляется в открытый космос. На Международной космической станции мужчину приветливо встречает главный научный сотрудник Уте Фасбиндер из группы немецких ученых. Уте ведет мужчину знакомиться с интернациональной командой. Та встречает его враждебно, не подозревая, что перед ними сам знаменитый Джейк Лоусон. Ученый объясняет, что прибыл выяснить причину сбоя, который привел к массовой гибели людей в Афганистане и Гонконге, а также трагической гибели сотрудника на самой МКС. Макс Лоусон же проводит приятный вечер дома со своей девушкой Сарой Вилсон, которая работает агентом секретной службы президента. Приятный вечер парочки прерывает телефонный звонок. Максу звонит Чен Лонг, выбравшийся из пепелища Гонконга. Он рассказывает, что взрыв газопровода был спровоцирован жутким пеклом, но спутник значительное повышение температуры не зафиксировал. По каким причинам произошел сбой, Чен выяснить не может, так как ему заблокировали доступ. Макс проверяет свой аккаунт и обнаруживает, что тоже заблокирован. Чен считает, что кто-то скрывает системный дефект, который может вызвать необратимую цепочку климатических катастроф, возникающих одновременно по всей планете. Закончив разговор, Макс обнаруживает Сару в рабочем костюме. Президент созывает экстренное совещание, и она вынуждена уйти. Джейк вместе с интернациональной командой МКС приступает к поиску системной ошибки спутника, вышедшего из-под контроля. Группа начинает расследование со сканирования космических аппаратов под кодовым названием «рок-н-ролльщик». Макс Лоусон в Вашингтоне ведет свое расследование. Мужчина обращается к подчиненной Дане, первоклассному специалисту по кибербезопасности. Намекая на секретность своей просьбы, Макс просит девушку выяснить, по какой причине его «Голофрейм» не может получить доступ ко всем спутником проекта «Голландец». Дана соглашается помочь и быстро выясняет причину неполадки. Аккаунт Макса умышленно заблокирован. Скучающая в офисе без дела девушка напрашивается содействовать и дальше. Утефас Биндер и Джейка Лоусона вызывает на связь Белый дом. Госсекретарь Леонард Деком сообщает мужчине о необходимости отчитываться перед его помощником, по совместительству родным братом Джейка. Макс рассказывает Джейку, что на Земле возникли сложности с удаленным доступом к системе проекта «Голландец». Ни один спутник не выходит на связь. Обсуждая проблему международного масштаба, братья, тем не менее, не перестают вплетать в расследование взаимные личные претензии. За несоблюдение субординации Макс грозится отправить Джейка на Землю первым же шаттлом. Вышедший из строя гонконгский спутник тем временем возвращается на МКС на диагностику. Однако аппарат оказывается неконтролируемым и самопроизвольно вращается на большой скорости, угрожая перебить команду ученых, пока не останавливается сам, разбившись о стены грузового отсека. Уцелевшие части группа отправляет на анализ, но снять информацию с жестких дисков не получается. Системный аналитик Дукан сообщает, что данные со следами возможной ошибки стерты в результате короткого замыкания во время аварии. Однако Рэй Дюсет, специалист по спутниковой связи, говорит, что возможность получить данные еще есть. Команда просматривает запись аварии, в которой погиб Махмуд. Оказывается, что одна из сорванных панелей застряла в телекоммуникационной антенне, и ученые принимают решение ее достать. Чен Лонг прибывает в Вашингтон. Мужчина узнал секретную информацию и связывается с Максом Лоусоном, настаивая на встрече. Уте и Джейк в скафандрах отправляются достать панель, а группа удаленно координирует их действия. Без труда добравшись до телекоммуникационной антенны, напарники осторожно извлекают агрегат и возвращаются на базу. Но внезапно скафандр Джейка становится неуправляем. Акселератор заклинивает, и с панелью в руках ученый хаотично мечется в открытом космосе, крепко ударяясь о внешний корпус МКС. На ручное управление скафандр Джейка не реагирует, и он рискует вылететь с МКС вместе с панелью. Ему приходится отпустить деталь, чтобы зацепиться руками за спасительный провод на краю платформы. Однако Джейк оказался не промах. По возвращению на базу он показывает Тутте жесткий диск, который успел достать с панели, прежде чем выпустить ее из рук. Но от остальной команды мужчина это скрывает. Свой поступок он объясняет Тутте подозрением о том, что его пытались убить. Исследуя данные диска, напарники понимают, что панели афганского спутника сорвало не случайно. Они были на это запрограммированы. Джейк рассказывает Тутте, что сам лично создал скрытую базу данных и может выяснить, кто запрограммировал спутники на самоуничтожение. Однако эта попытка не удается, доступ заблокирован. В Вашингтоне Макс и Сара ожидают встречи с Чаном, который уже появляется на противоположной стороне дороги, как вдруг подошедший сзади мужчина толкает его под автомобиль. Чан погибает на месте, успевая сказать Максу всего лишь одно слово. Джейк вызывает брата на виртуальную конференцию. Строптивый старший брат неожиданно превращается в сентиментального мужчину и уже собравшийся уходить Макс останавливается после его слов. Он понял намек. Джейк в выдуманной истории про рыбалку с отцом зашифровал для него послание только им двоим известным кодом, который братья придумали в детстве. Позже, прослушивая запись вместе с Даной, он расшифровывает послание. Доказательство. Диверсия. На высшем уровне правительство никому не верь. Давшее обещание содействовать, Дана находит для Макса файлы по проекту Зевс, но те находятся в базе данных Белого дома и полномочий доступа у обоих нет. Зато они есть у Сары Вилсон, поэтому напарники уже поджидают ее и просят пойти на преступление против правительства и президента. Поддавшись на уговоры любимого человека, Сара соглашается это сделать. На Международной космической станции Джейк вместе с Уте продолжают расследование. Парочка проникает в помещение резервного сервера, где хранятся записи с камер видеонаблюдения. Они просматривают видео со дня гибели Махмуда и обнаруживают, что инженер извлек данные со спутника на свой Голофрейм, после чего отправился в раздевалку. За вскрытием шкафчика афганского инженера Джейка и Уте застает вооруженный Рей Дюсет. Выслушав их подозрения насчет диверсии, Дюсет опускает оружие и указывает на другой шкафчик, в котором Махмуд спрятал свои вещи. Изучив данные Голофрейма погибшего коллеги, напарники обнаруживают загруженный извне вирус, за обнаружение которого инженер и поплатился своей жизнью. Макс, Сара и Дана тем временем получают доступ к файлам проекта Зевс. Это десятки тысяч симуляций различных катаклизмов, последовательная цепочка которых приведет к геошторму, катастрофе невиданных масштабов. Дана организует между Землей и МКС защищенную виртуальную конференцию, и Макс сообщает брату о том, что кто-то умышленно использует голландца как оружие против человечества. Джейк же отвечает, что выход из ситуации только один — перезапустить систему, после чего она очистится от вируса и продолжит работать без сбоев. Однако для этого нужно ввести код отмены, и знает его только один человек — президент Соединенных Штатов, которого старший Лоусон и подозревает в совершении диверсии с целью не передавать голландца под контроль Международной комиссии. Президент США Эндрю Палма готовится к перелету из Вашингтона в Орландо в сопровождении госсекретаря Декома и Сары Уилсон, которую Макс перехватывает перед посадкой и убеждает помочь выкрасть код отмены с гола фрейма президента. На МКС поднимается тревога. Почти 200 спутников показывают неисправность и находятся на грани сбоя. А Токийский уже вышел из-под контроля, и на столицу Японии обрушивается смертельный ледяной дождь. Глыбы льда, летящие с небес, уничтожают город и его жителей. Одновременно с этим на Дрио-де-Жанейро разворачивается феноменальное климатическое явление. Экстремально низкая температура моментально замораживает теплые воды Атлантического океана и бросающихся бежать с побережья местных жителей. Команда на МКС принимает решение отправить на место сбоя новый спутник, который столкнется с поврежденным и выведет его из строя. Оперативно запустив резервную систему, удается предотвратить смертоносное климатическое явление. Но ликование команды длится недолго, ведь возникает новая опасность – угроза геошторма. Система сообщает, что до начала катастрофы 1 час 30 минут. Президент США тем временем выступает во Флориде на международной конференции, а Макс Лоусон в банкетном зале видит репортаж о новом природном катаклизме в Рио-де-Жанейро. Внеся город в базу данных проекта «Зевс», он находит сценарий цепочки катастроф, который спровоцирует геошторм. И следующий город в этом сценарии – Орландо. Таймер с отсчетом до начала геошторма заставляет Макса рассказать появившемуся Декому о климатической угрозе мирового масштаба и попросить помощи в том, чтобы узнать код отмены у президента, который, по их с братом мнению, испланировал катастрофу. Деком верит ему, но сообщает, что код отмены у президента взять невозможно. Он сам и есть этот код. Точнее, его биометрические данные – 10 отпечатков и сетчатка глаза. На МКС пытаются остановить нависшую над Флоридой опасность. Отправить резервный спутник не получается. Запущен протокол самоликвидации станции голландец, и уже началось уничтожение топливных баков. Джейк объявляет всеобщую эвакуацию. Все сотрудники спешно покидают базу, за исключением системного аналитика Дункана. Джейк набрасывается на него, поняв, что на борту МКС именно он ответственен за все происшествия. Угрожая Лоусону пистолетом, злодей сознается, что сделал это из-за денег. Зарплаты простого ученого было недостаточно, а ему предложили крайне внушительную сумму. Но потратить вознаграждение ему не суждено. Яростная схватка с Лоусоном приводит к разгерметизации отсека, который сам Джейк успевает покинуть, оставив предателя на погибель. Во Флориде Макс, пытающийся остановить катастрофу, раскрывает настоящего виновника происходящего, госсекретаря Леонардо Деккома, который пытается пристрелить его в номере президента. Максу удается сбежать и скрыться в толпе зрителей конференции, где он находит Сару и рассказывает, что следующая буря разразится прямо над их головами. Парочка понимает, что похитить президента единственный выход. Под предлогом угрозы жизни президента Сара объявляет всеобщую эвакуацию и в сложившейся панике под дулом пистолета уводит президента с собой. На МКС тоже продолжается массовая эвакуация и сотрудники занимают места в шаттлах для отправки на Землю, а Флориду уже накрывает торнадо. Макс рассказывает президенту про предателя Деккома и его намерение стать главным, ликвидировав самого главу государства и его преемников. Саре в это время удается оторваться от преследования подельников Деккома и вытащить президента из эпицентра бури. На МКС уже готовы к эвакуации все, за исключением Джейка. Он решает остаться, чтобы ввести код отмены, когда его брат выйдет на связь. Уговоры Уте на него не действуют и напарникам приходится попрощаться. Леонард Декком в попытке реализовать свой план поджидает в засаде автомобиль президента, не подозревая, что сам уже стал мишенью. Сара легко расправляется с его подельником и им самим, и преступника увозят в сопровождении полиции. Однако катастрофы вместе с этим не заканчиваются, и пустынную Саудовскую Аравию накрывает стихийное бедствие. Макс и президент прибывают на базу НАСА, откуда вызывают Джейка на виртуальную конференцию. Президент загружает свои биометрические данные для отмены Геошторма и оставляет братьев поговорить наедине. Джейк сообщает недоумевающему Максу, что код не отменит самоликвидацию голландца. Зная об этом с самого начала, Джейк добровольно выбрал самопожертвование. Старший Лоусон просит прощения у младшего брата и прощается с ним навсегда. Теперь Джейк должен загрузить полученные данные в бортовую систему голландца, но его личный код больше не открывает двери внутренней системы. Джейк полагает, что теперь ситуация полностью безвыходная, как вдруг слышит за спиной знакомый голос, предлагающий помощь. Уте все-таки осталась вместе с ним на разрушающейся станции, и за полторы минуты до начала Геошторма Джейк загружает биометрические данные президента в систему, а ровно за секунду до начала мировой климатической катастрофы запускает процесс перезагрузки спутников. Миссия выполнена успешно, сеть спутников запускается снова, а вирус уничтожен. Человечество в безопасности, а вот международная космическая станция Голландец со своими последними членами экипажа разваливается на куски, когда внезапно Джейк замечает один уцелевший спутник. Пробравшись к нему сквозь летящие обломки МКС, напарникам удается заскочить внутрь и в последний момент выбраться из эпицентра взрыва. На Земле об этом не знают и считают Джейка Суте погибшими, пока радар вдруг не засекает летящий на огромной скорости спасительный борт. Название фильма ты как всегда найдешь в описании, а пока делись в комментариях, как думаешь, способно ли человечество объединиться ради решения общих проблем или амбиции одного или нескольких личностей всегда будут ставить такие планы под угрозу? Ставь лайк этому видео и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий классный пересказ.